Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Генеральная доверенность. В парламенте проголосовали за прокурорский закон Луценко. Как разделились голоса? Пост сдал, как нардепы реагируют на скандальный слив персональных данных журналистов. Критская пирамида. Кто из украинских дипломатов погорел на финансовых махинациях в Греции? Из Лефортова и обратно. Почему украинских пленников Афанасьева и Солошенко оперативно вернули в Москву? Да будет генпрокурор. Спустя 4 месяца Верховная Рада проголосовала за кандидатуру Юрия Луценко на должность главы ГПУ. Процедуру нельзя назвать гладкой. Часть депутатов активно выражали свое недовольство этим решением, блокировали трибуну. Как проходило голосование и как разделились голоса нардепов? Обо всем по порядку наш парламентский корреспондент Екатерина Лысенко. Со вчерашнего вечера в стенах парламента писали новый законопроект о работе генпрокуратуры. С утра все ждут его появления в повестке дня. Пока законопроект идет в парламентский зал, в самом зале оперативно вносят в повестку дня законы, которые нужны для сотрудничества с МВФ. Благо депутатов достаточно, мобилизация максимальная. А позже появляется и прокурорский документ. Я змушен его оставить на голосование. Процедура розыгрыша законопроектов, что выяснили президентом Екатерина Лысенко, регулирована статей 101 законы Украины про регламент Верховной Рады Украины. Шановные коллеги, прошу перестать тиснуть на президию. Новый документ позволяет возглавить генпрокуратуру человеку без юридического образования. А также генпрокуратуру доводить расследования до завершения, которые потом должны быть переданы в созданное, но не работающее государственное бюро расследований. Во время обсуждения новых норм в зале нардепы буквально перекрикивали друг друга. Абсолютно неслушна норма, что такие посады могут заниматься люди, которые имеют высшей юридической области. Это не политическая посада, это профессиональная посада. Это не правда. Необходимо заморозить те криминальные дела, которые на сегодняшний день уже два года не расследуются. Мы не имеем результатов. Именно поэтому эти люди, по которым криминальные дела не расследуются Генеральной прокуратурой, будут голосовать за этот законопроект. Против изменений в прокуратуре сейчас выступают те, кто при кольких тысячах гривен в декларации ездит на Мерседесах, живет в роскошных виллах и летает за рахунок офшорных компаний. Но несмотря на споры и перипетии, одного голосования хватило, чтобы закон принять в целом. Этот закон должен быть подписан главой Верховной Рады. Он имеет термин, чтобы, например, написать заяву, чтобы признать голосование не действительно. Есть целая процедура, подписанный президентом и опубликованный. Мы, если сегодня выставлять на голосование декларацию Юрия Луценко, я тогда остаточно уверен, что у нас, в принципе, произошел крах парламентаризма. Но, тем не менее, спикер в считанные минуты подписал закон, а следом также безотлагательно и президент. Дают возможность прийти на посаду генерального прокурора, людине, не системе, как известно, обговорится кандидатура Юрия Луценко, причем обговорится безальтернативно. Вы видите, что Народный фронт делегует туда своего представника. Я не буду этого заперечивать. Парламенту после сегодняшнего голосования в классическом смеси этого слова не существует. Иснует 250 с чем-то на Пкадаве, которые работают не мисками, а руками. Батьковщина считает, что права этого парламента на существование в таком виде просто нет. Он должен закончить свою работу и в стране должны происходить новые демократические, честные выборы. После голосования по закону работа Верховной Рады не заладилась. Утреннее заседание досрочно закрыли, а на вечернее ждали президента. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Геннадий Аникиенко, Вадим Сферидонов. Подробности телеканал Интер. Автор этого материала Екатерина Лысенко все еще находится в парламенте. Она с нами на прямой связи. Катя, здравствуй. Расскажи, как проходило и чем завершилось вечернее заседание Верховной Рады. Добрый вечер. По закону именно он должен вести кандидатуру генерального прокурора. В своем выступлении Порошенко был краток. Сказал лишь о том, что слишком долго генпрокуратура без руководителя. И этот вопрос, с этим вопросом дальше затягивать нельзя. И я уверен, что быстрыми и эффективными кроками Юрий Луценко, считая его высокий авторитет в сообществе, створит и примножит высокую доверие к прокуратуре. Поэтому я прошу прекратить политический фейерверк и шоу. И надеюсь, что Верховная Рада Украины сегодня надает сгоду и поддержит мою пропозицию на призначение генеральным прокурором Юрия Витальевича Луценко. У меня на рабочем столе, сейчас дома, а если вы берете и в Генпрокуратуре, всегда будет стоять алюминиевая кружка, с которой я просидел в 157 камере Лукьяневского СИЗО, а потом в Менской управной колонии, с которой пив 2,5 лет чая, как нагадывание о том, что беспредел и политические замовления не могут в Украине. Единственный шанс поломать, цитирую, систему. А на плакаты своих коллег по залу народных депутатов о самопомощи, с призывами посадить друзей, Луценко ответил в привычной для него манере. Я не маю жодної помсти. Коллеги, я знаю книжку Лі Хваню, ну, уже півторадесятка років. У меня тоже інша філософія. Треба так обирати друзів, щоб їх не треба було садити в тюрму. Я не маю списку в голові, кого маю посадити. Ключова річ, яка є на сьогодні в державі, це повинно бути не прізвище, а дії. У нас немає претензій до вас, як до людини. Але фракція ухвалила рішення, ми не будемо голосувати за ваше призначення в зв'язку з тим, що закони не можуть змінюватись за три години до голосування. Самопоміщ не буде підтримувати Юрія Луценко, буде голосувати проти його призначення на цю посаду. Вам доведеться зламати закостенілу прокурорську систему, але впевнений, що людині з вашим досвідом це вдасться. Для нього це посада, вважайте, Голфофа і виклик. Він хоче залишитись в історії, змінивши систему. І ми йому в цьому допоможемо, ті, хто його підтримують, для того, щоб це прокурорське кодло зламати. Дякую за перегляд! А именно, хто буде возглавляти президентську фракцію блок Петра Порошенка. Наталья. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Там у них есть электронная почта, куда можно обратиться с предложениями. Я думаю, что группа хакеров, которые работают на этом сайте, они примут для себя решение и поступят так, как посчитают нужным. Целый день мы пытались добиться комментариев главы парламентского комитета по вопросам свободы слова Виктории Сюмар, которая, кстати, однопартиец Герасченко. Вопрос, что она думает о скандальной ситуации со сливом журналистских данных, мы передали через помощника, но Сюмар так и не нашла. Времени изложить нам свою позицию. Рядовые же члены комитета рассказали, что возмущены этой ситуации, сообщили, что комитет обратился в МВД и СБУ с просьбой дать оценку информации и провести расследование, почему украинских и зарубежных журналистов обвинили в причастности к террористам. Антон Герасченко проанонсировал эту публикацию. И именно с его фейсбука пошла эта хвиля. И вчера, например, журналісти иноземных виданий, ББС, СНН, они звонили до посольств и спросили, а чи это позиция государства Украины, что называть нас способниками сепаратизма, или это отдельная позиция отдельного народного депутата. Просто то, что он сделал, проанонсировавшись эту публикацию, в которой люди выяснили события, и сейчас он такой, своей безответственной поведенкой, наразив их на риски, сейчас они находятся там, и у них есть очень большая небезопасность того, что их там могут разорвать просто. Только через то, что Антону Герасченко захотелось написать в пост в фейсбуке. Международная федерация журналистов также возмущена скандалом с обнародованием данных. Организация обратилась к генсеку Совета Европы с просьбой взять инцидент под свой контроль и проследить, чтобы власти Украины приняли меры для изъятия информации из открытого доступа. Как в Израиле решают проблему работы корреспондентов на спорных территориях? Существует ли особый порядок въезда в Палестину для иностранных и израильских журналистов? Наш израильский корреспондент Сергей Ауслендер знает об этом не понаслышке. В Израиле любой иностранный журналист, который собирается здесь работать, прежде всего обязан аккредитоваться при пресс-службе правительства. Там ему выдадут вот такую аккредитационную карту, без нее не попасть ни в какое государственное учреждение, в парламент и на какие-нибудь официальные мероприятия. То же самое касается и израильтян, которые работают с иностранными СМИ. Вот я, например, работаю с телеканалом Интер, у меня есть эта карта. Теперь, что касается палестинских территорий и как туда попадать. Тут надо разделить иностранцев и израильтян. Последние, например, в сектор газа попасть не могут. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Это так называемая враждебная территория. И сама попытка туда проникнуть может повлечь за собой уголовное преследование. На западный берег израильских журналистов, в принципе, допускают, но не везде. И только при наличии разрешения от армии. Без такого разрешения теоретически туда попасть можно. Но в этом случае государство Израиль за этого человека ответственности не несет. С иностранцами все проще. И в сектор газа, и на западный берег они попадать могут совершенно спокойно. При наличии, опять же, вот такой аккредитационной карточки и без предварительного согласования с израильскими властями. В секторе газа, где власть принадлежит движению Хамас, они должны получать тамошнюю местную аккредитацию в Министерстве информации Хамас. Сам факт наличия или отсутствия такой аккредитации у иностранного журналиста израильские власти не волнует. Их вообще в принципе не интересует, чем иностранный репортер занимается в Газе или на западном берегу. При возвращении в Израиль его ждет стандартный протокол. Он должен предъявить все ту же аккредитационную карточку, паспорт, пройти проверку безопасности на КПП, после чего его впустят в Израиль. Никаких сайтов со списками журналистов, у которых есть аккредитация при Министерстве информации Хамас, которые работали на западном берегу или в секторе газа и даже положительно отзывались о тамошних режимах в Израиле нет. А сам факт публикации личных данных человека в сети без его разрешения может для того, кто это сделал, кто выложил эти данные в сеть, повлечь очень неприятные юридические последствия. Сергей Услендер, Алена Боярская. Подробности телеканал Интер. Израиль. Хакерским атакам подтвергаются секретные базы данных во всем мире. Кто пытался взломать компьютеры в штаб-квартире партии немецкого канцлера Ангела Меркель? Из-за какой информации охотились киберпираты? Расскажет Татьяна Лагунова. Она в Берлине. Анонимные хакеры атакуют христианских демократов. Цель – компьютерная сеть крупнейшей немецкой партии ХДС, которую возглавляет канцлер страны Ангела Меркель. Киберпреступники пытаются получить доступ к персональным данным, как высокопоставленных, так и рядовых партийцев. О хакерской атаке немцев предупредили эксперты японской компании, которая занимается разработкой антивирусных программ. По их данным, взломать сеть пытается организация Poundstorm, которую подозревают в связях со спецслужбами России. Наносят удары хакеры серверов, расположенных в Латвии и Нидерландах. Используют технологию фишинга. То есть рассылают электронные письма со ссылкой на известные пользователю сайты, которые запрашивают логин и пароль. Если человек их вводит, мошенники получают доступ к его конфиденциальным данным. Организация Poundstorm, которую подозревают в атаке, европейским экспертам хорошо известна. Два года назад ее обвиняли в кибернападении на компьютерную сеть правительства Польши. А в прошлом году в причастности к попытке взлома серверов немецкого Бундестага и Совета безопасности Нидерландов. Удалось ли хакерам взломать серверы ХДС, пока непонятно. В пресс-службе партии сообщили, информацию получили и будут ее проверять. Но на всякий случай усилят защиту компьютерной сети. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. МММ по-гречески. В Афинах задержали группу аферистов, организовавших международную финансовую пирамиду. Жертвами дельцов стали не только греки, но и украинцы, британцы, в том числе и высокопоставленные чиновники. Сколько наварили преступники и кто из представителей украинских дипломатических кругов причастен к этому скандалу? Подробнее София Гордиенко. В МИДе ситуацию пока только проясняют. Хотя что тут прояснять? Об аресте написала греческая пресса. Сам почетный консул свою причастность к махинациям отрицает. Говорит, что его использовал партнер по бизнесу. Имя партнера известно не только в Греции. Это Йоргос Доскалиас или как он представлялся в нашей стране Джордж. В 2012-м даже получил титул Человек-года. Именно он в Украине открыл офис и проводил встречи с инвесторами. Обещал вложения за рубежом под хороший процент. Но вместо этого просто перечислял деньги в офшоры на британских Виргинских островах. Среди пострадавших около 40 наших промышленников, депутатов, бизнесменов сообщается и о лидерах партий. Им присылали фейковые отчеты о проделанной работе и в результате денег своих они лишились. Кстати, когда начался конфликт на востоке Украины, Доскалиас стал предлагать услуги по вложениям в руководство сепаратистов. Но что самое интересное, это тот же мистер Доскалиас еще до своего украинского въезжа в 2011 году был оштрафован на 450 тысяч евро за махинации в сфере инвестиций. Штраф он так и не оплатил. Эта информация есть в открытом доступе. Так что простой гугл мог бы спасти украинских инвесторов от потерь и почетного консула Украины в Греции от большого скандала. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Не хватило доказательств у бывшего министра экономики Айварса Абрамовичуса, который обвинял нардепа Игоря Каноненко в давлении. В генпрокуратуре заявили, что словам Абрамовичуса подтверждение не нашли. Так в ГПУ ответили на обращение нардепов, которые сегодня же вернули коллеге должность первого замглавы фракции БПП в Верховной Раде. В то же время дело еще одного фигуранта громкого скандала с подачей Абрамовичуса, исполнительного директора Нафтогаза Андрея Пасечника, уже в суде. Сам Абрамовичус на последние события никак не отреагировал. Его помощник рассказал подробностям, что связаться с бывшим министром он не смог, но сегодня-завтра тот вернется в Украину. Изначально многие, когда прозвучали громкие обвинения Абрамовичуса, многие предупреждали, что юридической перспективы это дело не имеет. Ну хотя бы в силу того, что мы имеем классическую ситуацию слово против слова. Его использовали в темную, использовали в качестве тарана для детонации скандала. И вот в этой ситуации, возможно, он оказался просто инструментом. А дальше, когда обстановка меняется, инструмент откладывается в сторону за ненадобность. Вряд ли у Абрамовичуса есть какое-то будущее в украинской политической жизни. Он пришел из бизнеса на государственную службу и, скорее всего, в бизнес и уйдет. Господин Абрамовичус просто пришел, был серым абсолютно министром, невыразительным министром. И ушел, оставив за собой вот именно вот этот след в виде громкого заявления в адрес Кононенко. Виктор Янукович будет свидетельствовать в столичном суде в защиту биркутовцев, обвиняемых в расстреле людей на Майдане. Адвокаты подозреваемых Павла Оброскина, Сергея Зинченко, Олега Янишевского, Сергея Тамтуры и Александра Маринченко сегодня подали ходатайство, в котором попросили судей разрешить допрос беглого президента. Что ответил суд и появится ли Янукович в зале заседания, расскажет Руслан Смещук. Подготовительное заседание начинается с ходатайства адвокатов-эксбиркутовцев. Требуют вернуть обвинительный акт в прокуратуру на доработку. Представленный, дополненный обвинениями в терроризме, по мнению защиты, не объективен. В обвинительном акте не написано, что Оброскин, Зинченко, Тамтура убил Новопетрова Сидорова. Там говорят, что в целом и не про что. Обвинительное не сформулировало, какие фактические условия створяют ту квалификацию злочину, которую им инкриминуют. Суд прошения отклоняет. Заслухающее мнение прокурора, обвинительного защитника. Суд присяжных считает, что данные обвинительные акты не подлеждают правильному прокурору. Дальше еще череда ходатайств с требованием предоставить данные по украденному в Западной Украине во время Майдана у милиционеров оружие и привлечь в качестве свидетелей пострадавших от рук майдановцев правоохранителей. И самое резонансное – допросить по этому делу свидетелей Януковича и Шуляка. Я вернулся и просил организовать встречу меня с Януковичем с метою отримания от него відомостей и опитывания его. С этого привода я отримал ответ и погоджение. Александр Горошинский предоставляет протокол опроса Януковича с его подписями и видео как доказательства. Это свидетельство Януковича и подает очередное ходатайство – допросить его онлайн по видеосвязи. Если в случае судом будет доволен и мы будем допытывать в режим видеоконференции, каждый участник криминального проведения будет возможность задать те или иные вопросы особе и проверить справедливость или несправедливость его свидетельствия. Адвокаты пострадавших и прокуроры просят суд податайство адвокатов-беркутовцев отклонить. Мол, сейчас не время и вообще Янукович проходит по другим смежным делам в качестве подозреваемого. Это фигурует все люди, которые сейчас назначены, как люди, которые потенциально могут быть признаны подозреваемыми или обновленными в том криминальном проведении. Я считаю, что это будет так завуальованный способ другого изменения статуса данных осіб. Но суд это требование защиты удовлетворяет. Клепотание защиту про допыт святки Януковича и Шуляка в порядке международной правовой помощи шляхом проведения видеоконференции территории и другие государства задовольнение. Забовязать сторону защиту за запитом суду надать и подготовить необходимые документы для оформления ответа в порядке международной правовой помощи. Впрочем, обвинение, похоже, в такую возможность, не очень верит. Понимаете, эта процедура очень важная. И не факт того, что вообще нам погодят, или защиту погодят, факт возможности допыта его в качестве святки. После этого судебное заседание закрывают. Следующее состоится 17 мая. Руслан Смещук, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. Финансово воротилу главу Минфина времен Януковича Украине не вернут. Испания отказала в экстрадиции Юрия Колобова. Не хватило доказательств. Об этом заявили в ГПУ. Недавно в СМИ появилась информация о том, что причина отказа Испании письмо от имени заместителя генпрокурора Юрия Столерчука. Сегодня прокуроры говорят письмо фейковой, и они будут снова обращаться в испанский суд. Я напомню, Колобова обвиняют в нанесении Украине многомиллиардного ущерба. В сентябре 2014 года его объявили в розыск. Спустя год Интерпол выдал ордер, и Колобова арестовали в его испанском особняке. Тогда же ГПУ направило в Испанию запрос на его экстрадицию. Наши коллеги из Испании пришли к этой думке, это их пока такая позиция, что сейчас недостаточно доказательств говорить о том, что с боку Колобова было нанесено певные сбыточки государства Украины. Это никак не закрывает проведение и не прекращает его международный расшир. Это решение не позволяет нас права повторно обратиться с дополнительными документами до испанской стороны, чтобы нам все-таки его выдали. Имущество Харьковского футбольного клуба «Металист» арестовано за долги. Сумма более 4 миллионов гривен. Правоохранители предполагают, что деньги, которые поступают на счета клуба, уходят фиктивным компаниям и разворовываются. Чтобы «Металист» не смог продать свое имущество и таким образом уклониться от выплаты долга, на него наложили арест. Я напомню, что владельцем футбольного клуба по-прежнему является молодой олигарх, и, как его еще называют, «карман Януковича» Сергей Курченко. Зона АТО резко обострилась. Ситуация на Мариупольском направлении позиций наших военных. Боевики обстреливают практически по всей линии фронта. Применяют и запрещенные крупнокалиберные минометы. Репортаж с передовой нашего военного корреспондента Вениамина Трубачева. Идти нужно быстро и пригнувшись. Боевики совсем рядом и в любой момент могут открыть огонь, поэтому находиться можно только в окопе. Это крайняя позиция украинских военных. Отсюда до укреплений боевиков чуть больше километра, и они регулярно обстреливают эту территорию. Это район Чермалыка. Последний раз противник пошел на хитрость. Атаковал сразу с двух сторон. Боец с позывным «Борода» как раз был на посту и увидел, откуда боевики вели огонь. Противотанковая установка работала вчера по нам с правой стороны фронта, то есть от нас, а слева ее прикрывало СПГ. Ну, пришлось немножко побегать, немножко попрятаться. Чудом никто не пострадал, хотя осколки разлетелись по всей позиции. Военные собрали их и передадут на экспертизу. Есть подозрение, что это оружие российского производства. За километр нашли разрывы, ну, и все осколки, которые... Все, что пока понаходили. Ну, сейчас грязь как бы не ходим далеко, чтобы не искать. Вот все, что поблизости, нашли. Боевики находятся в селе и фактически прикрываются мирными жителями. Поэтому военный огонь в ответ не открывали, хотя видят передвижение противника и его огневые точки. Они на повороте села, там у них блокпост. И они постоянно туда двигаются. Ну, то есть... У них смена, автобус приезжает. И они начинают передвигаться по селу. Есть пособники, женщины ходят с ними постоянно. Пока мы снимали, снова начались обстрелы. Сначала было слышно, как работает неподалеку крупнокалиберный пулемет, а потом начали взрываться мины. В огонь продолжается и сейчас. Он трошки перенесенный в инший биг, в биг гранитного. Но он, как вы чувствуете, не припиняется. Напряженная обстановка сейчас не только в районе Гранитного, но и в Широкино и Новотроицком. Там в течение всего дня боевики вели огонь из запрещенных крупнокалиберных минометов. Вениамин Трубачев, Владимир Дедов и Николай Терещенко. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Из Лефортова и обратно. Неожиданный поворот в истории двух украинцев, осужденных в России. Кого из них в очередной раз этапировали из ссылки в Москву и что ждет узников после этой рокировки? С подробностями Данил Русаков из Москвы. Украинские пленники Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко этапированы из колонии. Сейчас оба находятся в московском следственном изоляторе Лефортова. Официальных объяснений причин возвращения осужденных в российскую столицу власти не дают. По словам адвокатов, из мест лишения свободы Афанасьева и Солошенко доставили максимально оперативно. Первого из Сыктывкара на самолете, второго из Нижнего Новгорода на поезде. Несколько месяцев назад пленники написали соответствующее ходатайство в органы юстиции. Попросили разрешить им отбывать наказание на родине. Теперь многие надеются, что этапирование связано со скорой передачей Афанасьева и Солошенко Киеву. С украинцами уже встретились представители общественной наблюдательной комиссии. Их допустили в камеры следственного изолятора. Афанасьев, он очень долго нам рассказывал про то, как его привезли в Лефортово, и как ему было сначала тяжело, как нарушались его права. Он даже объявил голодовку. Это бывшая тюрьма ФГБ, тюрьма ФСБ. Теперь она принадлежит Министерству юстиции, но по сути это тюрьма спецслужб. Напомним, Геннадия Афанасьева осудили по делу так называемых крымских террористов. Его подельник Алексенцов Александр Кольченко, а также Алексей Чирни. Афанасьева приговорили к 7 годам лишения свободы. Юрия Солошенко Мосгорсуд признал виновным в шпионаже. Директора Полтавского оборонного завода «Знамя» осудили на 6 лет. Известно, что уже в тюрьме у него выявили серьезные проблемы со здоровьем. Официальный Киев не единожды называл все эти приговоры политически мотивированными. Означает ли начатая процедура скорое освобождение украинцев? И если да, то когда это произойдет? Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. Как вы город назовете? Жители Кировограда сегодня пришли к Верховной Раде. Они выступают против переименования города в Кропивницкий. Напомню, в октябре прошлого года был проведен опрос, и 75% респондентов высказались за историческое название «Елисаветград». Но Комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления вынес на рассмотрение нардепов название «Кропивницкий». Позиция наша именно «Елисаветград». Очень многие говорят, что это пророссийское название. Почему пророссийское, если это в честь святой Елисаветы, не Елизаветы? Верните нашему городу историческое название. Наша позиция, мы не за Кировоград, и вы знаете, что было, и мы хотели уже и переименовывать его, и референдарь. Но демократичным шагом, когда громады решили, как называть, чтобы люди сказали, какие живут в городе, которые строили это городе. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. В столице накрыли банду вымогателей-убийц. Кто из полицейских причастен к кровавым преступлениям? Музыкальная дипломатия. На чем сыграет посол Франции в Украине? Кровавые квадратные метры в Киеве разоблачили банду, которая в течение трех лет охотилась на квартиры. Черные риэлторы – это четверо ранее судимых мужчин и одна женщина. В схеме были задействованы также сотрудники главка киевской полиции, которой выводили бандитов на жертв. Специально подыскивали киевлян, у которых были проблемы с алкоголем или наркотиками. Владельцев квартир похищали, насильно удерживали и заставляли переписывать жилье на новых хозяев, после чего с ними расправлялись. Пятерых потенциальных жертв удалось освободить, а у преступников при задержании изъяли огнестрельное оружие, наркотики и 120 тысяч долларов. Кто из столичных полицейских причастен к группировке и сколько всего пострадавших, пока не разглашают. Это были, как правило, социально незахищенные уровни населения. Пенсионеры, одинокие люди, а также люди неблагополучных семей, алко-наркозалежных, которым давали, ну, позичалися деньги, а потом в замену на эту позочку, позику, которая там невеликих размеров, фактически преимуществовала их отдавать свои квартиры. Граждане выкрадалися, незаконно позбавлялися воли, катывалися, вылечено и накладено арешт на 7 транспортных средств, ряд объектов нерухомого майна и земельной делянки по территории города Киева и Киевской области. Все участники банды затриманы. Им загрожает криминальное покорание в виде, аж до довичного позбавления воли с конфискацией всего особенного майна. А в Одессе задержали рикетиров, которые зарабатывали на жизнь методами лихих 90-х. Двоих арестовали в кафе, еще двоих дома. В квартирах обнаружили оружие и драгоценности. Их происхождение сейчас выясняет полиция. По данным правоохранителей, подозреваемые занимались вымогательством и грабежами. Проверяется причастность к преступлениям и других лиц. И сегодня же в Одессе суд решал судьбу Дома профсоюзов. Я напомню, весной 2014 года там при пожаре погибли солдаты. Зданием владела Федерация профсоюзов Украины. Но областная прокуратура потребовала, чтобы дом передали в госсобственность. Сначала суд прокуратура проиграла и подала апелляцию, которую рассматривали сегодня. Но заседание закончилось ничем. Федерация профсоюзов потребовала разъяснений Конституционного суда. Поэтому объявили перерыв на неопределенный срок. А у здания суда в этот момент митинговали и представители профсоюзов, и их противники евромайдановцы, которые поддерживают передачу Дома профсоюзов в государственную собственность. Для них это символ, символ Куликового поля, еще какой-то символ русского мира, который они себе там нарисовали. Здесь прослеживается какая-то политическая подоплека. Я это расцениваю как определенную попытку давления на профсоюзы. Я напомню, что дело о трагических событиях 2 мая в Одессе по-прежнему не расследование. Первое дело о госизмене и первый приговор. Ивано-Франковский блогер и журналист Руслан Кацаба родине не изменял, но препятствовал деятельности ВСУ во время мобилизации. Таков вердикт суда. Напомню, в январе прошлого года журналист обнародовал видеообращение, в котором призвал всех отказываться от очередной волны мобилизации, после чего Кацаба арестовали. Все подробности этого дела расскажет Жанна Дучак. Руслана Кацабу доставляют в зал Ивано-Франковского городского суда, в наручниках и в сопровождении конвоя. Мэр вам, слава Украине! В зале судебного заседания сегодня настоящий ажиотаж. Десятки журналистов и видеокамер. За антимобилизационный ролик и интервью российским каналам журналисту выдвинули обвинение в госизмене и препятствовании деятельности ВСУ. Обвинение потребовало наказания. 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества. За время разбирательства, а процесс длился больше года, в суде заслушали несколько десятков свидетелей. Приговор судья зачитывает полтора часа. Суд за суды по ЦАВу Руслана Петровича выгодить виноватым в заключении злочину перед вашей части 1 статей 140 с значком 1 Криминального кодекса Украины и призначит ему покарание и за использованием статей 69 Криминального кодекса Украины в виде избавления боли на строк 3 года 6 месяцев. Обвинение в государственной измене суд полностью отклонил. Подсудимый не скрывает радости. Из 3,5 лет наказания журналист уже отсидел больше половины. Ведь по закону Савченко день в СИЗО приравнивается к двум в тюрьме. Еще полгода и выйдет на свободу. Но адвокаты Кацабы сразу заявили, будут обжаловать решение. Обязательно будет поддаваться апелляция на решение суду в частности перескаживания деятельности Кацабы, деятельности Бройного силы Украины. Мы будем оскорбить его в апелляционные станции. Дойдем до Европейского судна. А в прокуратуре еще не решили, будут ли подавать апелляцию. Заявили. Сначала изучат письменную копию приговора. Анна Демиденко, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер. Ивана Франковск. Доставка гуманитарной помощи на неконтролируемые территории значительно усложнилась. Об этом заявляют в штабе Рената Ахметова. По словам координатора, из-за закрытия основного пункта пропуска грузовых автомобилей Новотроицкого доставка продуктов была заблокирована, а пункты выдачи гуманитарки на оккупированной территории под угрозой закрытия. Сегодня колонна из 20 грузовиков выехала из Днепропетровска в Донецк, но пока неясно, смогут ли машины пересечь линию соприкосновения. Если наши машины сегодня не смогут пересечь линию соприкосновения и доставить продукты на Донбасс-арену, к огромному нашему сожалению, мы с завтрашнего дня вынуждены будем закрыть уже 5 пунктов выдачи нашей гуманитарной помощи в городах, неподконтрольных сейчас украинской власти. В Николаевской области власти сегодня установили дорожные весы для грузовиков, чтобы штрафовать за перегруз. Впрочем, ненадолго, буквально в считанные часы, собрались дальнобойщики и заблокировали работу весового комплекса. Завершился конфликт в местном отделении полиции. Все подробности узнаем от Кирилла Ющишина. Тяжелые фуры, груженные зерном и разбитые дороги – типичная картина для Николаевской области. В преддверии жаркого сезона власти решили штрафовать водителей грузовиков, которые везут больше 40 тонн и тем самым разрушают дороги. На трассе между Николаевом и Одессой сегодня развернули комплекс передвижных весов, но поработали буквально несколько часов. Потом приехали дальнобойщики, фермеры и собственники транспортных фирм и заблокировали дорожников. Двума машины на территории заезд на весы. Вот они написали заявление в милицию. Сейчас вот вставляют протокол. До драки не дошло, но пообщались на повышенных тонах. В результате и дорожники, и перевозчики оказались в отделении полиции. Написали друг на друга заявление. Перевозчики считают, весы на трассе вне закона. Да, мы платили Пройниковича взятки официально. Вот здесь, здесь, с той стороны. Законное основание для их установки утратило свое положение, если я не ошибаюсь, в январе 2014 года. И с тех пор ничего нового не придумали. Начальник госслужбы по безопасности транспорта в Николаевской области, который дал поручение установить проверочный пост, утверждает, весовые комплексы полностью легальны. Есть постановление Кабмина. И все ездят с перегрузами. И блокируют комплекс, так как им невыгодно ездить согласно установленных норм. Они находят какие-то лазейки в законе. И поэтому разрушают наши автомобильные дороги. Перевозчики требуют сделать все весовые комплексы полностью автоматическими. Тогда, мол, не будет рядом инспектора и взятку будет некому брать. Все знают перевозчики. Столько платится за каждый автомобиль. Это начинается с 200 гривен. Вот для чего они и стоят. И для чего они пытаются сейчас их установить. Перевозчики и фермеры настроены категорически. Обещают блокировать весы каждый день, пока их требования не выполнят. В прошлом году, после попытки установки этих же механизмов и протеста дальнобойщикам, весы сняли. И все лето за перегрузами не следили. Ну а ямы на дорогах стали только глубже. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов, подробности. Телеканал Интер, Николаевская область. Совсем скоро Украина сможет обойтись не только без российского, но и без европейского газа. И станет полностью энергонезависимой. Такое заявление сегодня премьер сделал на церемонии открытия форума энергопартнерства. Для этого, уточнил Владимир Гройсман, будет увеличена собственная добыча газа. Его запасов в украинских недрах вполне достаточно. Параллельно, заметил Гройсман, и население, и предприятия ЖКХ должны активно внедрять энергосберегающие технологии. А государство им в этом поможет. Уже через месяц появится фонд энергосбережения, из которого украинцам частично будут компенсировать кредиты, взятые на утепление окон, стен, либо крыши. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас мы начинаем этап увеличения собственного выработки газа. И если коллеги по минулому Кабмину сделали все для того, чтобы переключить с российской трубы на европейскую, наше с вами задача стать полностью энергонезависимой государством. У нас достаточно наших ресурсов, достаточно наших возможностей, которые позволят нам быть абсолютно энергонезависимыми. Место встречи для умных людей в столице открылся Киев Смарт Сити Хаб. По словам координаторов, главная цель это объединить и обучать активных людей. Сюда может обратиться любой со своим стартапом по развитию города. И он получит экспертную оценку, помощь в технологических вопросах, а в будущем и в финансировании. В любом случае нужна какая-то практическая реализация и применение тех идей, которые будут здесь возникать. Это могут быть разные онлайн-сервисы, то есть это могут быть различные приспособления, технологии, которые будут лучше. Это могут быть проекты, связанные с каким-то энергосбережением. Великобритания объявляет войну коррупции, причем бороться здесь будут не только со своими, нечистыми на руку чиновниками, но и со всеми, кто пытается спрятать грязные деньги в этой стране. Как Лондон предлагает бороться с коррупционерами и что изменится в жизни любителей офшоров, расскажет наш британский сапкор Светлана Чернецкая. Более 40 стран мира отправили своих представителей в Лондон, чтобы решить проблему коррупции. Это президенты, премьеры и министры. Полный список участников так и не раскрыли. Все они собрались здесь, в Ланкастер Хаус. Решают, как усложнить жизнь тем, кто заработал деньги нечестным путем и пытается их спрятать в разных уголках мира. И Британия, как излюбленная страна олигархов, начинает с себя. Не секрет, что Лондон просто притягивает участников сомнительных сделок. Грязные деньги отмывают в финансовом центре столицы под названием Сити. Ну и традиционно здесь покупают элитную недвижимость, когда никто не спрашивает происхождение денег и имя владельца. Портят репутацию Британии и ее заморские территории, которые называют налоговым раем. К примеру, часто упоминающиеся в панамских документах офшоры британские и Виргинские острова. То есть поле для борьбы с коррупцией в Соединенном Королевстве не паханное. И премьер Кэмерон обещает первым начать жестокую борьбу. Уже с начала июня Британия, первые стран Большой двадцатки, открывают доступ к реестру реальных владельцев компаний. Пока это касается только фирм, зарегистрированных на территории страны. Но следующий шаг – обязать все иностранные и офшорные компании, покупающие недвижимость в Лондоне, раскрыть данные о собственниках и получателях прибыли. Мы разработали очень четкий план. И что самое главное, есть обязательства многих стран по действиям, которые они должны предпринять, чтобы бороться с коррупцией. Прозвучала на саммите хорошая новость для Украины. В следующем году в Штатах состоится глобальный форум по возвращению активов. И одной из главных тем будет возвращение Украине разворованных средств. В общем, встречи действительно содержательные. Обсуждали здесь и ужесточение наказаний за коррупцию. Причем речь идет не только о самих преступниках, но и о тех, кто им помогает – юристах, банкирах и бухгалтерах. Единственный вопрос – воплотят ли в жизнь решение саммита. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Сенаты Бразилии проголосовали за импичмент президента страны Дилмы Русеф. Поддержали ее временное отстранение от должности. 55 сенаторов, 22 высказались против. На 180 дней ее заменит вице-президент Мишель Темер. В это время сенаторы будут изучать доводы обвинения. Если они подтвердятся, то Русеф окончательно отстранят от должности. Президенты, напомню, обвиняют в получении незаконной выгоды за строительные работы одной из нефтяных компаний и искажение данных о состоянии федерального бюджета. Русеф возглавляет Бразилию с 2011 года. Скандальный бизнесмен Дональд Трамп, кандидат в президенты США, передумал. Теперь он не будет запрещать всем мусульманам въезд в страну в случае своей победы. Почему он так резко изменил свое мнение, расскажет наш Сапкор в США Тихон Зитко. Дональду Трампу не впервой отказываться от собственных слов. За время своей успешной кампании он делал это и не раз. Но теперь это касается одного из самых скандальных его предложений, за которые Трампа многие критиковали, однако многие и поддерживали. Речь об обещании закрыть въезд в страну для всех мусульман. Таким образом, Трамп реагировал на угрозы радикального ислама. Теперь он свою позицию смягчил. В интервью одной из американских радиостанций сказал, что это было всего лишь предложение и что вообще неплохо было бы создать комиссию, которая рассматривала бы вопросы въезда мусульман в США. Наблюдатели отмечают эта позиция по-прежнему дискриминационно и шокирует многих, но мягче прежней. Судя по всему, это связано с тем, что Трамп пытается заручиться поддержкой тех республиканцев, которые запуганы его ультраправой риторикой, а потому смягчает ее. Сегодня он встречается с самым высоко поставленным представителем партии, спикером палаты представителей Полом Райаном. Его поддержкой Трамп пока не заручился, а без нее, как и без одобрения других представителей республиканской партии, которых Трамп пугает своей непредсказуемостью, ему сложно будет победить Хиллари Клинтон. Бывший госсекретарь во вторник проиграла праймерис Западной Вирджинии своему оппоненту, сенатору Берни Сандерсу. Но это едва ли подмешает ее выдвижению от демократов. И пока, по опросам, шансов поддержать верх в битве за Белый дом у нее несколько больше, чем у Трампа. Тихон Дитко, Юрий Романюк. Подробности Американское бюро Телеканал Интер. Возрастные прелести плейбоя. Кто украсит обложку следующего номера? Об этом и не только в нашем обзоре. Древний меч викингов возвращается в Украину. В Таллине прошла официальная церемония передачи артефакта. Меч, изготовленный около тысячи лет назад, эстонские пограничники изъяли на границе с Россией в декабре. Оказалось, это древнее оружие, которое в прошлом году нашли в Волынской области. Его незаконно переправили на черный рынок в Россию. Стоимость раритета на аукционах не менее 17 тысяч долларов. Международная группа альпинистов покорила Эверест впервые за два года. На высочайший горный массив забрались двое британцев и мексиканец. Пробыли на пике всего 15 минут из-за ограниченного запаса кислорода. Это первая успешная экспедиция на Эверест после того, как в апреле 2014 в результате схода лавины там погибли 19 скаловарки. А через год еще 22. С орбиты на Землю. Жители Международной космической станции отправили на Землю посылку. В роли почтальона выступила космическая капсула Dragon. Груз весом более полторы тонны содержит экспериментальные образцы космического материала. Капсула приземлилась в Тихом океане у берегов Калифорнии. Это первая обратная посылка с орбиты в нынешнем году. В пустыне Невады протестировали двигательную установку для поезда будущего. Компания Hyperloop One успешно испытала платформу, которая будет передвигать капсулы Hyperloop по вакуумному тоннелю. Организаторы уверены, их изобретение свершит транспортную революцию. Двигательная установка разогналась до 160 километров и затормозила водяную подушку, подняв фонтан брызг. Новое лицо, точнее тело плейбоя представили в США. Моделью 2016 года стала 31-летняя Евгения Вашингтон. Рассмотреть темнокожую девушку можно будет в следующем номере мужского журнала. Евгения появится не только на обложке, но и на 10 страницах издания. Кроме мировой славы красавица получит 100 тысяч долларов и новенький фиат. Правда, только в аренду на два года. Черный юмор от британского цирка Ча. Уэльси клоун случайно нокаутировал зрителя. Артист вызвал из зала 37-летнего Бена Гарнхэма для участия в комедийном номере. Но переворачивая добровольца назад, клоун случайно его ударил. Гарнхэм потерял сознание. Его отправили в больницу. К счастью, жизни пострадавшего ничего не угрожает. Он не винит клоуна, а лишь сожалеет о том, как неумело его выносили из зала. Дипломатические струны. Чрезвычайно и полномоченный посол Франции в Украине Изабель Дюмон сегодня на один вечер стала музыкантом. Она сыграла на авиалончели в Харьковской филармонии. Что исполняли, как реагировал зал, видела и слышала Лидия Калинина. Она скромно опускает глаза, хмурится и все время показывает, мол, снимайте не меня, а солиста. Это последняя репетиция перед концертом. Изабель приехала пару дней назад, но успела сыграться с командой. Для меня, знаете, такое удовольствие. И первый концерт в Украине, и первый раз в жизни, как я играю в профессиональном оркестре, потому что я же не профессионал, я же дипломат. Виолончель 19 века Изабель привезла с собой. Не расстается с ней с 15 лет. Берет во все длительные командировки. А вот в Харькове инструмент забраковали и перед концертом немного отремонтировали. Ее, скажем так, не очень хорошо склеили. Пару раз ее клеили, если не ошибаюсь, то ли в Америке, то ли в Париже делали. Ну, мастера невысокого, очень уровневое это делали. Саму Изабель в коллектив приняли с радостью. Концентмейстер говорит, главное – послушное. У нас в группе все равны, кроме меня. Сегодня в репертуаре французская музыка произведения Берлиоза и Сенсанса. Кроме виолончели Изабель играет на фортепиано, флейте, кларнете и гитаре. Дирижер оркестра признается, когда услышал, какой клад новый посол, сразу решил – надо брать. Ударили по рукам буквально после первой минуты общения. Если человек, которому доверили, государство доверило общаться с нашей страной, может взять в руки виолончель, сесть в оркестре и играть, то это говорит о его высочайшем интеллектуальном и культурном уровне. В Харьковской филармонии, надеются, это не последний совместный концерт. Конечно, если публика примет Изабель. Впрочем, похоже, с этим проблем не будет. Лидия Калинина, Александр Геновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков. Наш сайт подробностей Юэй, и информация там обновляется постоянно. Я желаю вам хороших новостей и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин